Доброе утро! Это человек у нас в гостях, это, безусловно, основная тема передачи «Наше утро», все-таки День Столпа Патрика, и один из самых известных игроков, один из видов бильярда, снукер, это Кен Дуэрти. Знаете ли вы такого человека и как вы вообще относитесь к снукеру? Безусловно, я знаю Кен Дуэрти, и я думаю, что о нем знают практически все бильярдисты. Это самый яркий представитель ирландского бильярда в снукере, очень яркий, интересный спортсмен. В его биографии, в его спортивной карьере было очень много интересных фактов. Хотя в мейн-тур он пришел достаточно поздно, в 21 год, и первое время он не мог достигнуть таких сильных результатов. Но, тем не менее, спустя 3-4 года стали появляться первые результаты. Наиболее яркий результат – то, что в 1997 году Кен Дуэрти стал чемпионом мира по снукеру. Много рекордов им установлено. Один из интересных фактов, можно сказать о нем, то, что он был единственным ирландским снукеристом, который стал чемпионом мира. Это раз. И еще один интересный факт из его спортивной биографии – это то, что Кен Дуэрти был чемпионом мира в трех номинациях. Он был чемпионом мира среди юниоров, чемпионом мира среди любителей, чемпионом мира среди профессионалов. Кен Дуэрти играет в снукер, очень популярный на западе бильярда. В России популярен русский бильярд. Чуть сравните, почему там популярен снукер, а у нас популярен русский бильярд. И то, и то это бильярд, но, безусловно, это два совершенно разных направления бильярда, две совершенно разные игры. Начиная от оборудования, заканчивая правила игры, стратегии, тактики. Ну, к примеру, чтобы было интересно, можно рассказать, что если размеры игрового поля этих столов практически одинаковые, то, начиная уже с шаров, происходит колоссальная разница. К примеру, диаметр шара на русском бильярде 68 миллиметров, а диаметр снукерного шара всего лишь 52 миллиметра. Масса шара 285 граммов и 150 граммов в два раза. Размеры луз разные, сукно совершенно разное. Но это первое, а что самое главное отличие, это, конечно, правила игры, это стратегия, тактика. Ну, очень много различий. Ну, и почему все-таки там принято играть снукер, у нас русский бильярд? Не только, может быть, из-за традиций, а из-за каких-то предпочтений? Ну, это национальный вид бильярда, конечно, если снукер, это английский бильярд. Ну, в России, естественно, больше занимаются русским бильярдом, хотя сейчас снукерное движение тоже получило мощный толчок в России. Говорим о Калининградской области в первую очередь. Итак, где у нас развивается бильярд и вообще, какова его вкратце история на территории нашего региона? Ну, как бы, бильярд развивается на территории всей Калининградской области. У нас очень много клубов в городе, у нас очень много клубов на территории области, в разных городах. Очень хороший клуб в Гвардейске, хорошие клубы есть у нас и в Советске, и в Черняховске, практически во всех городах. Говоря о том, что в Калининграде в свое время проводились и чемпионаты мира даже? Да, Калининград в свое время принимал очень много международных турниров. Это и Кубок Балтии, и Командные Кубки мира, и чемпионаты мира. То есть калининградские болельщики, они знакомы с ведущими бильярдистами нашей страны и бильярдистами мира не понаслышке. От общего к частному, как в вашей жизни появился этот вид спорта, и в котором вы достигли на территории региона серьезных результатов многократной чемпионной области? Как? Почему? Ну, я всегда об этом вспоминаю с улыбкой. На самом деле, я бильярдом начала заниматься достаточно поздно, мне было почти 30 лет. Но бильярд в моей жизни появился не случайно. Ну, я могу сказать, что мой муж Владимир Логутин, он мастер спорта по бильярду, чемпион России. И именно он привел меня в бильярдный спорт. Долгое время я была самой, наверное, ярой его поклонницей, болельщицей. Потом заинтересовалась сама, попросила его научить. Он долгое время отказывался, но тем не менее, когда понял, что бильярд меня интересует действительно серьезно, стал меня тренировать. И вот таким образом потом я переросла в спортсменку. Ну, то есть это яркий пример того, что в бильярд можно прийти просто, если ты захочешь. Конечно, это очень доступный вид спорта. Об этом мы еще, может быть, поговорим сегодня. О том, что каков вообще женский бильярд? Есть понимание, что женский футбол и мужской – это вообще два разные мира. А есть ли такое отличие, что женский бильярд и мужской – это тоже совершенно другие отношения, как говоря, другая психология, вот эта вот химия? Ну, наверное, вообще бытует такое мнение, что бильярд – не совсем женский вид спорта. Хотя на протяжении последних, ну, не побоюсь сказать, 10-15 лет женский бильярд уже перестал быть экзотикой. И очень много сильных спортсменок, которые составят действительно реальную конкуренцию мужчинам. Ну, яркий пример тому Диана Миронова, чемпионка мира в 15 лет, пятикратная чемпионка мира среди взрослых, принимает участие в мужских турнирах и много раз занимала там призовые места. У доступности для тех зрителей, которые заинтересовались «хочу» или «хочу привезти своего ребенка», где это можно сделать и насколько это все-таки, если говорить об уровне «поиграть» доступный? Уровень «поиграть» вполне доступный, причем для всех слов и населения. Я думаю, что и взрослые, и дети могут с комфортом провести свое свободное время в бильярдных клубах. Цены вполне демократичные, обстановка в клубах всегда спокойная, уютная, доброжелательная. Люди, которые придут в бильярдные, им всегда там рады. Что касается детей, то да, у нас есть действительно детско-юношеская спортивная школа. В 2004 году по инициативе губернатора Владимира Егорова и президента Федерации Игоря Борского была создана эта школа, и с тех пор в ней продолжают заниматься сотни детишек. Для детей тоже достаточно доступный вид спорта. Филиалы у нас есть в города Гвардейские, в Гусеве, в Краснознаменске. Нельзя не говорить о развитии бильярдов в Калинарской области без того, чтобы назвать имена. Сейчас кто из ребят талантлив, подает надежды, кого мы можем назвать для все услышания? За все это время воспитано очень много талантливых бильярдистов, безусловно, которые показывали очень высокие результаты. Хочется назвать, наверное, таких, как Вадим Белоглазов, Никита Гончаров, Анатолий Иванов. Это ребята были неоднократными призерами первенств России, заслужили, заработали там звание мастеров спорта. Они и сегодня продолжают играть, показывают неплохие результаты. На сегодняшний день, если брать юных бильярдистов, пожалуй, самая яркая звездочка на нашем Калининградском небосклоне, это 15-летняя Арина Бачинска, с которой имеет в своей копилке уже не одну медаль, скажем, российского достоинства. И не можем не говорить о том, что, конечно, круто тренироваться и играть дома, но очень хороший и серьезный календарь всегда у бильярдистов. Расскажите вот о планах на этот год, куда поедете и, может быть, где можно будет узнать, о, этот турнир там же наши. Хорошо. На самом деле в планах Федерации очень много запланировано турниров по проведению здесь у нас в области. Это практически все этапы чемпионатов области по разным дисциплинам бильярда. Ну и, конечно же, это выезды. Не так давно мы вернулись из Воронежа, где принимали участие в Первенстве России, где Арина стала серебряным призером. Недалеко, как 23-го числа, мы уезжаем в Новосибирск, опять-таки на Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет. В июне планируем выезд на международный турнир Кубок Лангония, ежегодный и традиционный. Ну и до конца года достаточно много мероприятий у нас и в Калининградской области, и выездных. Ну и вкратце, прямо в камеру, скажите, пожалуйста, чему может научиться человек, неважно ребенок или взрослый, придя в бильярд? Это же не только спокойствие. Конечно, это не только спокойствие и хладнокровие, тем более это только внешне кажется. На самом деле за столом спортсмен испытывает очень сильные эмоции, сильные чувства. Научиться, научиться выдержке, научиться умению мыслить за столом, принимать какие-то сиюминутные такие вот неожиданные решения порой для себя. Научиться культуре общения в бильярдной. Ну, на самом деле много чему. Быть таким воспитанным, очень красивым, элегантным человеком, наверное, получится. Ну да, даже уже сама форма одежды бильярдиста на турнирах, к примеру, такие элегантные, красивые костюмы, бабочки. Это они уже сами обязывают к определенному поведению. В общем, дорогие друзья, сейчас стало понятно в целом картина того, что из себя представляет бильярд в общем. И на территории Калининградской области это не последний вид спорта уж точно. Сегодня у нас в гостях был вице-президент региональной федерации бильярда. Очень разносторонний человек, который выигрывал всевозможные чемпионаты Калининградской области. Сейчас воспитывает немало талантливых чемпионов, любителей бильярда, о котором мы сегодня говорим. Итак, Марина, спасибо вам огромное. И о вас, дорогие друзья, мы приглашаем вновь сегодня вечером смотреть выпуск новостей. Никита Обревко расскажет все о мировом, может быть, о калининградском спорте тоже. Ну и, безусловно, не забывайте о передаче «Спорт для всех». А на каждый четверг, когда-то в премьеры, когда-то в повторы, увидимся обязательно.